Ирбитская ярмарка традиционно начинается именно с молебна. Сегодня он проходит у стен Сретенского храма, который всегда был украшением старинного купеческого города и центром всей духовной жизни горожан. Но началась здесь программа с концерта духовной музыки. И Тебе славу ссылаем с обезначальным Тым Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Житворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Для православного христианина всякое важное дело начинать с молитвой ко Господу, спрашивать помощи Божией у Бога, это всегда было в традиции. Наш народ весь православный, поэтому мы тоже, начиная такое важное дело, как Ирбитская ярмарка, начинаем его с молитвы. И уже после молебна на главной площади Ирбита началось масштабное открытие Ирбитской ярмарки, подготовленное творческим коллективом Ирбитского драматического театра, под руководством главного режиссера Александра Фукалова. А помогали им танцевальные коллективы Дворца культуры имени Костевича и Центр детского творчества «Кристалл». И такое можно было увидеть только на ярмарке. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь бы мир одна над колапья полотна. Была тяжелая пора, об ней в день смерти я не вспомнил, об ней для вас, мои друзья, сейчас пойдет... Русь! Куда же несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа! Николай Васильевич! Николай Васильевич! Николай, это ярмарка! Никуда, Николай Васильевич! Ну что ж, с Гоголем-то так жалко его? Хороший, приятный человек. Я искренне рад возможности приветствовать жителей города Ирбита, наших уважаемых гостей и участников Ирбитской ярмарки от имени губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвышева, от имени правительства Свердловской области. Приветствовать на таком масштабном, значимом мероприятии, с такой колоссальной историей и, что самое главное, с общим признанием. Мы все помним, что Ирбитская ярмарка получила и гордо несет звание лучшей ярмарки России. Можно поаплодировать. И с каждым годом это звание не просто подтверждается, ярмарка растет, расширяется, так же, как и растет, расширяется, обновляется при поддержке губернатора города Ирбит. С каждым годом, приезжая сюда, не только можно насладиться ярмаркой, этой атмосферой, но и видеть, действительно, какой замечательный город, как он меняется вместе, в том числе с таким масштабным событием. Ну и еще одним ярким моментом открытия ярмарки стало вручение знака отличия Свердловской области – Совет да любовь. В этом году объявленным указом президента России – Годом семьи. И на главной сцене чествовали семью Койновых, которые прожили в браке более 50 лет, что является символом долговечности семейных отношений. Знак отличия Свердловской области – Совет да любовь – супругам Койновым вручает заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Александрович Ионин. А всех ирбичан и гостей нашего города мы желаем Галине Аркадьевне и Еленуру Валерьевичу Койновым крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть их крепкая семья и счастливая жизнь станут примером для молодого поколения. Продолжение следует...